Царь небесный, утешитель у души и стены, И жизнь бесы, и вся исполняй сокровища благи, И жизни подателю приди в селе сябны, И очистины всякие сквены, И спаси, блажь, души наши. Сестра Ефросиньевна, благослови, у Господа благословись. Благодарим Тебя, Господи, за то, что позволил нам собраться сегодня, в этот день воскресный, за то, что не оставлял нас в течение этой недели, в течение всей нашей жизни. Просим Тебя, Господи, о милости Твоей и в наступающие дни. Помоги нам собираться снова и изучать Слово Твое, возлюбить Его всем сердцем и исполнять, благовествовать Слово Твое. Тебе слава, Отцу и Сыну Святому Духу, ныне и пресновеки веков. Аминь. 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 Безуси Христос. А сегодня какое у нас число? 19. 19, да? 19 марта. Все тает, уже тепло, уже тепло, души наши должны всегда быть теплыми, даже горячими, пламенеющими ко Слову Божьему. Оп, заходите на Слово Божие, братья. О, сразу как притих. Ну и давайте. Евангелие от Иоанна, 7 глава, 39 стих. Братья, прошу вас внимательно слушать Слово Божие толкования, чтобы можно было потом дополнить еще местами Писания, чтобы нам больше раскрыть эту тему. Если эта тема здесь нас очень сильно заинтересует. Итак, Сие сказал Он о Духе, которого имели принять верующие в Него, ибо еще не было на них Духа Святаго. Очень интересно. Потому что Иисус еще не был прославлен. Толкование. Евангелист, объясняя, что такое реки воды живой, говорит, что Сие сказал Христос о Духе, которого имели принять верующие в Него, ибо еще не было Духа Святаго. Здесь спросит иной, как Евангелист говорит, что не было Духа Святаго, то есть дано. То есть вопрос. Как не было дано Духа Святаго? Как так вообще без Духа Святого? Разве пророки не Духом говорили? И апостолы как совершали чудеса? Отвечаем. Бесспорно пророки говорили Духом, но благодать сия прекратилась, от земли удалилась. Вот как в психофорной форме. Но благодать сия прекратилась, от земли удалилась. Прямо так и запомните. Хотя она действовала во времена пророков, но в то время, когда Христос действовал во плоти за недостоинство народа, пророчество не являлось, и благодать не присутствовало в святилище и в храме их. А сколько лет это не было пророков в Израиле? Постоянно мы говорим об этом. Цифрами не запоминаются, да? Не, пятьсот не надо только говорить. Четыреста лет, правильно. Четыреста лет не было пророков. А были люди, которые благоговейные, праведные в этот момент? Были, правильно, были. Но Дух Святой действовал особенно в пророках. А действовал в праведных людях Дух Святой? Ну, конечно, действовал. Конечно, действовал. Иначе бы, как передавали Слово Божие, это люди, как записывали книги Маковейские. А книги Маковейские, помните, с какого года записывались? Когда Маковейские события произошли? Ну-ка ты. А после смерти Александра Македо? Да даже, наверное, еще и попозже. Ну, я просто поражаюсь тебе, ты молодец. Со 144 года. 144 до Рождества Христова. Войны Маковейские начались. Ну, события эти. Там Птоломей был, Геркан, Филопатор и так далее. Птоломей, там, греки тогда царствовали. Так что ты на правильном пути. А как действия Духа тогда не было, и оно еще имело быть дано, посему ей говорит, что Духа Святаго еще не было. То есть, Он не обитал между иудеями и не проявлялся в действиях. Что касается до апостолов, то они совершали чудеса не Духом, но властью Господа. Слушайте, вот это, читаю, ужас какой-то. Мы сегодня причастились, некоторые, некоторые до этого причастились, еще причастятся. Господа в себя принимаем, а Господь нас принимает на самом деле, не мы принимаем Его. Это Он нас принимает. А кажется, что мы Его принимаем. А люди тогда не имели Духа Святаго. Духа Святаго не имели. А Дух Святой, это как без Него жить-то на земле? Как люди жили страшно-то? Ибо слушай, что говорит Евангелие. Намереваясь послать их, Он дал им власть, а не Духа Святаго. Матфея 10 глава 1 стих, Лука 10 глава 19 стих. Надо бы почитать, конечно. Матфея 10.1. У тебя нет Евангелия? Я про телефону по себе нет. Ага, понятно. У тебя есть телефон же, да? Прочти, пожалуйста, Матфея 10.1. Ну и достаточно будет. Лука это повтор. Сейчас. Да ничего, подождем. Нас не так много. Семеро, говорит, одного не ждут, а нас и семеро нет. 10 глава 1 стих. Первый прям стих прочти. И призвав двенадцать учеников своих, Он дал им власть над нечестивыми духами, Чтобы изгонять их и врачевать всякую болезнь и всякую немощь. А над нечестивыми, да? Над нечистыми. Над нечистыми. А, они нечистыми. Нечистыми. Это обычно к человеку обращается. Нечистивец. Так. Почему? Сколько не совершали они чудес, Они творили их не духом, но властью и именем Господа. Вот сейчас прочитали. Властью. Написано. А многие не обращают внимания. А которые первый раз читают, им вообще все равно. Властью, не властью, духом, не духом. А это очень важно, оказывается. Почему? В какой среде ты живешь? Ну, как помните, рыбак рыбака видит издалека. Птицы подобные слетаются в подобном себе. Поэтому, в том сообществе, где ты живешь, Если есть дух святой, то это уже близко ты ко спасению. А если нету, то будешь нечистивцем. Когда же он воскрес из гроба, тогда сказал им, Примите духа святого. Примите духа святого. Иоанна 20.22. И в пятидесятницу сошел на них дух святой. Деяние 24. И иначе еще. Сила духа. И прежде креста была в пророках и апостолах. Но не так, как после вознесения. То есть, не так щедра и обильно, чтобы сравнивать ее с реками. Посему, евангелист справедливо сказал, что еще не было духа святого. То есть, излито в таком обилии, как впоследствии. Хотя он, Господь, был и прежде креста, но не в обилии, потому что Иисус еще не был прославлен. Здесь евангелист славою называет крест, потому что Господь крестом не зверг мучителя и воцарился. Посему, когда еще ни крест не был водружен, ни грех упразднен, ни природа нашего Христе не победила мир и не примирилась с Богом, естественно, не было даровано и обильная благодать Духа. Ты заметили, что сегодня крестопоклонная неделя, и мы опять читаем о кресте, Господь как делает. Не подбирали ничего, идем просто чтением, как обычно, по порядку. Ибо нужно было им прежде соделаться друзьями Богу, а это совершено через крест. Потом уже получите дар Божий. Подобно как и в мирском быту, прежде человек делается другом царя, а потом получает и дары. Итак, благодарение Богу, который излил на нас такую обильную благодать, какой не имели пророки. Ибо пророки имели благодать Духа, но не уделяли он и другим, а апостолы исполнили ею бесчисленное множество людей. Все, толкование закончено. Так, ну вот, что тут повторять, конечно. Повторять, кто повторит. Давайте на вопрос будем отвечать от вопроса, чтобы запомнить просто, только для этого. Здесь спросит иной, как Евангелист говорит, что не было Духа Святаго? То есть дано. Все сказали о Духе, который имели принять верующие в Него, ибо еще не было на них Духа Святаго. Потому что Иисус еще не был прославлен. В принципе, Евангелие коротко все нам рассказало. А толкование в 10, больше даже, наверное, в 15 раз. Ну, короче, тут три строчки. Сейчас раз, два, три. Оттолкование. Раз, два, три, четыре. Пять, шесть, семь, восемь, девять, десять, одиннадцать, двенадцать. Одиннадцать, четырнадцать, пятнадцать, шесть, семьдесят, восемь, девятнадцать, двадцать, 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 двадцать Что, неинтересно это? Что 40? Теперь 3 раздели на 40. Больше, чем 10. Больше, чем 10. Нет, нет. Вообще 9. 11. 11, маловато. Ну, где-то 12. В 12 раз, короче, в 13 даже. В 13 раз больше толкования, чем нам оставили евангелисты. 13. А мы еще тут Игнать Тихоновича возьмем, у него еще там строчек 10. Это комментарии уже еще, понимаете? То есть, кажется, Господь сказал, все понятно. Все сидят, молчат, всем все понятно. А начинает, вот зачем толкователь задает вопросы? И он на них отвечает сам. По убогости нашей с вами. Вот, слабенький вот тут вот у Мишки. Поэтому из златоуста выжимки уже сделал. Феофилак, потому что он почитал златоуста. Видать, людям давал читать, как сейчас. А они сказали, да, златоуст много хорошего пишет. А что хорошего-то? Да мы что, читать что ли это будем? Слишком много. Большие, толстые книги написал. Молодец. Мы любим златоуста. Весь народ любит златоуста. Ты прочла златоуста? Кто из вас прочел златоуста? Я прочел златоуста. Хочу вам сказать. И иногда, когда я читал, я там в тайге читал, то, что вот сегодня о Косте рассказывали. Я так прожил несколько десятков лет. И я читал один. Лампочка вот так висит. У меня стол такой большой, геологический. Золото отдувать. И на столе у меня вот так все исписано. Почему? Бумагу не успею найти. Я прям на этом писал. На столе. У меня стол из ДВСБ был. Тут тоже все ДВП. На стенах писал. Златоуста. Выдержки. Потом переписывал. Я прям подпрыгивал. И прям вот так аж танцевал. Вот так вот. Ладно, златоуста поцелую. Вот открытие. На вопрос ответил он мне. Златоуст. А вот Слово Божие читаешь. Прочитал. Я люблю Христа. Поделиться не с кем-то. С кем ты там поделишься? Алкаши. Вот то, что все сказали. Так там тут люди еще от государства не работают. А у нас частники были. Набирали кого попало. Все в наколках вот такие. А они вообще только матерятся. Но когда я заходил, они... Ну, некоторые нарочито матерились. Нарочито. Я подходил только вот так, смотрел. Если они начинали что-нибудь, а я отдельно их... И я говорю, я тебе, я тебе это... С тобой вообще разговаривать не буду ни о чем. Я говорю, посмотрим, как ты будешь работать. Если ты будешь с матами разговаривать, обращаться ко мне. Понятно? Я говорю, вот там у тебя ребята есть, матерись сколько хочешь. Не интересно, да? Тебе со мной интересно? Ну, тогда раз таки уже... Я все, феначальник. Приходилось сильно там. Меня не любили сильно. Я тоже поп был. Борода и поп. У них больше фантазии не хватает. Так что... Так что... Вот. И теперь получается, что на вопрос этот ответ надо как-то. Где его искать? Как? И вот тогда блаженный Феофилакт сам, читая Златоуста, сделал выдержки. Еще он можно было бы сделать. Но он по силам народа болгарского, болгарского, как любят православие тут у нас говорить, болгарского этого народа, по силам смотрел и увидел, что... Ну, вот это они, может быть, еще и прочтут. А дальше-то и не прочтут. И вот мы сейчас, читая вот это вот, это только начальная стадия. Почему мы останавливаемся и начинаем места писания куда-то брать, какие-то из жития святых свои примеры приводить. Для чего? Потому что слушали Игната Тихоновича когда-то. Он 20 лет все-таки вел занятия. Из них вот 15 лет я присутствовал на этих занятиях. помогал ему вести брат с какого-то, с 2004-го где-то, да? В 2005-м я трястился, но в 2004-м. В 2004-м. Он сидел прямо перед нами, на первую парту прям сел перед нами. И когда Игнат Тихонович говорил что-то такое, ну, с юмором православным, он сидел и единственный, ну, вовремя... Да, у него это были, он раньше, кто не знал, то Сергей Павлович любил похохотать немножко. Ха-ха-ха-ха-ха-ха-ха-ха-ха-ха. У него было такое, его сильно за это преследовали. И в конечном итоге он не хохотит, сейчас просто улыбай. Но он добро так, знаешь, по-доброму. Да смеялся. И мы с Игнатима чем обратили внимание, что этот молодой человек сидит и правильно смеется-то. Он убил безбородый был. Потом ему там фенгал поставили, пришел к нам с фенгалом, начал рассказывать, как он на 8 марта пошел праздновать что-то там. Ему говорят, зачем ты празднуешь-то, а что, не надо? Такой был. Вот она, видите, вот это все сюда относится. И вот мы отвечаем на вопросы. Да, не было Духа Святаго. То есть, коротко отвечают, апостолы имели Духа Святаго, но не в полноте. Они не могли другим передавать его людям. Правоприемства не было. Только за их праведность Господь давал им Духа Святого. А я поставил вопрос по-другому. Ну, дополнил его. А вот 400 лет не было пророков до Христа. Был Дух Святой. А на ком? На южбранных. На пророки. Не было пророков 400 лет до Христа. Расскажите мне хоть одного-то. Нету, не было вы. Не поняли мой вопрос. Поторопились ответить. И я вопрос задаю. А если был на пророках Дух Святой, а были праведники или нет во времена, когда не было пророков в Иудее? Конечно, были. Правильно, были. А как же Дух Святой тогда? Абрам. Ноль. Господи, помимо. Дает. Не тут, да? Да. До Христа. За 400 лет до Христа. Давайте вы просто помолчите. Послушайте. И все. Я скажу за вас. Она правильно сказала. Были праведники, конечно. Только не Ной. И Ной был тоже. Только... Он там был. Далеко. За 7 тысяч лет. А за 400 лет были праведники. И мы читаем их в книгах Маковейских. Да. Молодец. Вспомните, я скажу, 2 Маковейская, 7 глава. Мы читаем о матери Соломее. Да, да, да. Которая 7 детей своих, сыновей, отправляет на сковороду. Их жарят на сковороде. Огромная. Ну, сковорода это такой противень там. Костер там, ну, угольки прям натурально. И людей прям кладут. Прям вот так. Раз, два. И чоп на этом. Съешь кусок жареного мяса. И от жертв там какого-то оставьте. Он говорит, не буду есть. Ну, тогда отсечем тебе правую руку. Отсечем левую руку. Ногу отсечем. А продолжает жариться. Его переворачивает туда-сюда. Ну, я так понимаю, что огонь поддерживает, чтобы не умер сразу этот человек. Представляете это? Я вот лично не представляю. Я не... Очень мне не нравится смотреть ролики такие. Иногда показывают, как там убивают животных и так далее. Мне не нравится это. А мать еще не говорила, да? Нет. А мать... Последнего. И последний живой стоит, младший. И она подходит к мать и говорит этот... Говорит, ну-ка уговори его. Он плохо знает греческий язык. А мать на его арамейском наречии, на родном наречии ему говорит... Сын мой, слушай меня внимательно. Видишь, шесть братьев твоих прошли только что. Я тебя родила во чреве, выносила. Мне Бог дал родить тебя. И они уже пред Богом предстоят. Я тебя умоляю. Я вот чревом, которое родило тебя, умоляю тебя. Пойди за братьями. Не сорвись. И он начинает говорить этому, что когда воскресенье будет, мы воскреснем. А ты, собака языческая, не воскреснешь. Говорит. А какие были, да? И как это без Духа Святого сказать, скажите мне. Ну вот Господь давал. А где это мы видим? А в Евангелии от Матфея Господь говорит, уже при тем, как идти на Голгофа, он говорит, что когда будут вас приводить перед царей, перед правителей, будут бить вас, избивать и умершлять, тогда Духом Святым будет вам дано что сказать. И вот это то же самое проявлялось именно вот в этих людях. То есть когда приходило нужное время праведности, Дух Святой проявлялся во всей полноте. А как это назвать? Я назову коротко, это вера была у них. Конечно. Ну она ни в полноте, ни Христа не знали, но это была вера в Бога. И тогда этого было достаточно, чтобы предстать в ОАДе, в преисподних местах, предстать пред Христом, когда он туда спустился, праведным человеком. И говорит, и те, кому дано было, тех Господь вывел. И вот одних из этих людей вывел, Христос вывел, и вот в том числе эти сыновья, и матерь их, и все-все там. Или Азар этот, помните, который под слона забежал и ударил его копьем в брюхо. И слон навалился на него и задавил. Против миллионного войска вышли иудеи. За родную веру. За любимого Господа. Иегову воевали. Вот так вот мужественны были. А еще одного поймали. Сейчас не помню, как его фам, кажется. И ему ударили в живот, и живот расселся, и у него начали оттуда внутренности выходить. А он отбился и убежал. И там где-то залез, залез, а это было в крепости. И там скалы были везде уже, высоко. И они опять его преследуют, преследуют все. И он прям с этой крепости прыгнул на скалу. И уже весь побитый, разбитый преследователь. И они спустились, преследуют его дальше. И вот скала уже крутизна. И он вот так прям взял внутренности, вырвал. И вот так бросил. Языческие собаки, будьте прокляты. И упал со скалы. Сам. А каковы были люди? Мурашки по коже? Да. А все за Господа. А он пришел куда? На мирные переговоры обманули. Обманули. Как Россию-то было пошли сейчас. Скажут, да ничего, ничего, ничего. А сами быстрее вот этот большой кусок, огромную страну. Как отдали-то непонятно. Отдали? Почему? Ну мирное развитие, братья и так далее. Обманули. На переговоры, на переговоры. А сами уже готовили вооружение. Туда вот этих людей, которые там были научены. Вот этой злобе. А откуда? Злодей злодействует, злодейский злодействует. Нету никакого коммунизма, нету ничего. Раньше ладно, можно было оправдать коммунизмом. А теперь что? Россия так будет. Все, что хочешь вам. Нефти, пожалуйста. Газ там. Какие что? Молибдентом. В Америку до сих пор уран посылают. Ядерные какие-то там, прямо это настоящие материалы. Вы это знаете, это не просто дорого, это опасно. И все, ну да, прямо в Америку отсылают, а они вот это готовят такие замыслы. Куют замыслы. Ничего не могу здесь сказать. По Ветхому Завету мы попали вот в такой переплет. И поэтому мы должны показать веру нашу теперь уже во Христа Господа. Она уже более, как говорится, качественная и прозрачная. То есть мы не должны других убивать, не должны другим желать смерти людям. Нам очень тяжело. Легче, чем тем людям. Мы скажем, ну, им было легче. Но знаете, то, что сейчас я немножко рассказал, может быть не так легче. Мы просто еще не дошли до этого. А вот у нас, мы молимся там за братьев, которые где-то там поехали туда. Ну да, их там взяли. А если бы они были такими настоящими братьями, вот поступили бы как брат. Вот, перед нами сидит брат. Покажи брата. Он пошел, подал заявление заранее. И, слава Богу, да, ну, надо было еще раньше подать. А у него еще брат младше сидит. Покажите младшего брата. Младший брат, ты не подал еще заявление? Меня еще даже не призывали. Тебя не призывали еще, да? Ну, только 17 исполнилось. Ну, уже призовут. Уже жди, скоро-скоро. Ты сразу иди с заявлением. Или ты воевать хочешь? Я знаю, что надо заявление в эти. Я уже все продумал. Продумал, да? Видите, брат какой серьезный. Он не хочет воевать, я вижу. Молодец. Не надо убивать людей. Не надо. Сам погибни лучше. А других не убивай. Почему? Тем ты исполнишь заповедь. Заповедь. И ты будешь приравняешься к этим мученикам, братьям. К этому человеку, который, я не помню точно имя его, но верующему. Сам поливай, а товарищи вручай. Да. За жизнь. За жизнь твоих братьев. Написано. Отдай жизнь свою. Вот так. Поэтому вот мы... Этого вопроса тут просто не стоит, а мы с вами рассмотрели, что да, Дух Святой действовал. И на праведниках, когда они были... Ну, только тогда, когда они были верующие. Правильно? Заключение такое. Подчеркнем. Лена, ты хочешь что-то сказать по этому поводу? Нет. Достаточно. Ты хочешь сказать? Что? Нет, нет, я вас и не спрашиваю. У вас все нормально. У вас на месте Ной и Моисей. Это хорошо. Так, давайте еще стих пойдем. Иоанна, 7 глава, 40-43 стихи. Нет вопросов никаких, никто не интересуется. Дальше. Тут о кресте тоже говорилось. Может быть, как-то о кресте. Ну, ладно. Не буду. Не буду вас утомлять. Пойдем дальше. 40-43 стихи. Многие из народа, услышавшие сии слова, говорили, он точно пророк. Другие говорили, это Христос. А иные говорили, разве из Галилеи Христос придет? Видите, все знают Писание. Не сказано ли в Писании, что Христос придет от семени Давидова и из Вифлеема? Из того места, откуда был Давид. Итак, произошла о нем расприя в народе. Все такое вопрос. А может быть, разве из Галилеи Христос придет? Да-да. Ну, хорошо. Разве из Галилеи? Ну, слово Галилея не напридет. Вот и напридет. Вот какая. А иные говорили, разве из Галилеи Христос придет? Ну, ведь хорошо. А я что, не тот, думаете, сказал? Я сказал, что разве из Галилеи Христос придет? То есть, что он придет. Ну, да. Наверное, правильнее у вас, конечно. Престыженные смелостью речи одни из народа, а не из начальников. Видите, как это важно. Ибо начальники по зависти всегда были против него. Надо что ли. Исповедуют, что он есть тот пророк, с большой буквы, которого ожидают. Другие из числа неученых и нерассудительных говорили, что он Христос. Не понимая, что Христос и тот пророк одно и то же лицо, они разные. То есть, вроде бы, как они умные такие. А на самом деле, ничего не знают. Более неразумные говорят, что Христос придет не из Галилеи, а из Бифлеема. И от семени Давидова, но они говорили это со злым умыслом, а не как Нафанаил. И он говорил, может ли быть, что доброе из Назарета, Евангелие Таана, 1 глава, 46 тих. Но говорил, как человек, сведущий и точный в законе. Пусть они и не знали, что он из Бифлеема. Но как им не знать, что он от семени Давидова, ибо Мария, очевидно, вела род свой от Давида. Да, очевидно. То есть, она по-другому никак не могла родиться, как только от семени Давидова. Как они, ну, сами себя, в общем, обманывали. Отсюда и открывается, что они говорили так злонамеренно, раз произошла в народе, а не в начальниках. Потому что начальники держались одной мыслью, чтобы не принимать его за Христа. Не принимать за Христа. То есть, еще о смерти не говорят, но за Христа. Хотя должны тут говорить, по идее. Там же он же пришел на праздник, а они хотели его поймать, умертвить. Но прежде нужно было, я не знаю, может быть, вы помните, кто читал, «Мастера Маргарита», первая сразу глава. Как этот Волон встречается с Иваном Бездомным и с Берлиозом. И они ведут разговоры, эти, Берлиоз, он старый уже, маститый такой поэт-литератор. А бездомный, молодой, Ваня, ну, талантливый, то есть, пишет прям поэмы на раз-два. Ну, как этот, Есенин. И он написал поэму о Христе. Ему сказали, напиши поэму о Христе, но так напиши, что Христос, в общем, не очень хороший. Ну, и, как бы, ничего от него там взять нельзя. И тот написал поэму, и этот идет ему, старый-то этот Берлиоз, такой скрученный. Ну, они таким голосом еще подобрали актера. И он, ну, что мы твоей маме написали так вот? Вы так Христа расписали, вот как будто он сейчас с нами тут рядом идет. Нужно было написать, что не было его вообще никакого Христа. А вы так расписали такую поэму, вам надо как-то переделать. Но я когда все время-то смотрю, ну, как переделать? Вот новую поэму писать надо, что там переделаешь-то, если он писал о Христе, да так живо. Хотелось бы почитать эту поэму, но это ее нету. И то же самое мы видим здесь, разговор идет о том, что как так вот есть Христос, Ну, Иисус, ну, надо так его опорочить, так вот обойти, измулевать, чтобы демонизировать, чтобы как бы его и не было. А лучше сказать, что это очень потомок демона. Вот так. И это все время, всегда и о всех верующих. И кто это делает? В первую очередь начальствующий. А почему? Начальствующий не пойдет искать здоровье у Христа. Не пойдет. А почему? У него деньги есть. У него есть свои врачи, они его подлечат. А бедный народ, он всегда, всегда ищет чудо какого-то. Бедный народ. А так как веры нету, у иудеев не было, то они искали этого чуда, чтобы было бесплатно, чтобы было так, что это... Ну, они всегда любят Бога, этот народ. Хотя они его не знают и веры не имеют. Вот в чем дело. И когда Христос пришел и начал делать эти великие знамения, то есть исцелять людей, то это оказалось не главное. Он говорит, не хлебом единым будет жив человек. Даже когда давал хлеб, он... А чем? Он давал духовное познание жизни человека здесь на земле с Богом. А почему? Потому что все понимали, что если мы чадо Божье, то Господь должен сделать так, чтобы мы жили в неге. Как у Христа за пазухой. Как у Бога за пазухой были. Ну, это понятно. Здоровье, что было. Чтоб тебя любили. Ну, и так далее. А этого нету в Иудее. Вдруг римляне здесь напали. Вдруг какие-то распри в народе идут. Гражданские войны. Неповиновения. Смертность. Особенно детская. Дети умирают. Люди заболевают. Помните это? Сключенная женщина. И с сокшей рукой. Потом дальше этот. Который лежал у овечьей купели. Человек. Каково? Господи. И все это. Ты рядом присутствуешь с нами. И все это с нами происходит. Как же так? То есть, хотелось бы так, чтобы. Ну, как вот Господь дал бы всем. Все здоровые ходят. Румяные. Дети у всех подрастают. Как написано там в одном месте. И малютки вокруг него прыгают. Это у злодея. Прыгают. Говорит. Радуются. Такие счастливые. Счастье вокруг. А почему этого нету? Господи. И народ желает этого. А начальники хотят по-другому. Почему? Когда Христос начинает делать такие знамения. Начальники становятся не нужны. Никто к ним не прислушивается. Никто к ним не ходит. Никто не смотрит на этих фарисеев. Открыв рот, как они там молятся. Перевязанные нужными такими вещами. Как бы священным писанием. И вдруг идут за кем-то, кто совсем не тот. Как они думают. И поэтому. И поэтому. Чем это может закончиться? Только одним. Победят начальники. Почему? Они будут подкупать. Они будут пугать. Это мы видим на протяжении всей жизни Христа. Так и происходило. Подкупали. Пугали. Хотели людей отвратить от Христа. Отвратили. Большей частью отвратили. 6 глава. 66 стих. Не поняли Господа. Хотя он перед этим им рассказывал об этом духовном. Своем учении. Новом Евангелии. Как все это будет. И поворотили от Него. Пошли к начальникам. Те им еще нарассказывали. Демонизировали Христа. По натуральному. Прям. В нем видели уже врага рода человечества. Все это нужно для того, чтобы предстать пред жертвенником. Господним. Крестом. То, что мы сегодня. Крестопоклонная неделя. Слушали проповедь. А крест явился нашим спасением с вами. Вот так странно. Так. Ну все, да? Иватинович. Скажете что-то еще? Я еще не в курсе, чтобы говорить. Ну мы тут 7 главу просто проходим о том, как Христос. Многие из народа услышали сие слова. Говорили точно. Он пророк. А другие говорили, что он Христос. Ну то есть путаница была необыкновенная. А иные говорили, разве из Галилеи Христос придет? Не сказано ли в Писании, что Христос придет от семьи Давидова, из Вифлеема, из того места, откуда был Давид? И произошло в народе расприя. Да, и самое интересное, что в народе, а не в начальниках, а начальники, все сговорились его погубить. И чтобы никто не рассказывал, что он Христос. Вот в чем дело. Для Бога это никто не признавал. Мессия, Машеах, которые боятся слова Машеаха. А это Мессия. У евреев ждут Машеаха. Как будто это название какое. Ну у нас Машеаха-то Христос. Мессия. И поэтому они его признавали, что обещанный Мессия. А другие говорят, как пророк, а пророки не обещаны. И те, и другие отвечали только кромкой. Он и пророк, он и Мессия. И он в дальнейшем откроет себя, как второе лицо Троицы. Это настолько трудный вопрос, что мусульмане вообще отказываются понимать. Ну как, как 3-1. Как, никак. Как вот говорят Солнце. А у Солнца есть тепло и есть свет. Ну тепло и свет-то не может быть отдельно где-то. Даже этот довод, я считаю, не убеждает. Ну как огонь тоже. Ну как Пахомий там, или кто, корзинку продает. У корзинки-то два ручки брать надо. Он взял третью. Он говорит, а третью для чего? Бог Троицы. Он уже не знал, корзинкой. Я вот смотрел где, да, на этих, на разных съездок, соборы какие, противящиеся к Аккаре, имели больше обоснования даже на Слове Божьем. Так понятно было, что Христос это начальное творение, не Бог. Вот. Ну, победила эта сторона. И надо было, вот, самое существенное. Слово ипостаси. Все слова новые придумывали. Их не было. Чтобы оправдать веру в Святую Троицу. А вы, конечно, я верующий христианин. У меня сомнения. Почему? Ничего не знаю. Никто этого не знает. Ну, вы помните, как кто-то Блаженный Абгустин шел по берегу моря. Ну, не знал. Ну, 3-1. Уж я-то знаю, 3-1. А же разница. Это мальчик какой-то. Младенщик. Вон, наверное, бежит он. Раковину почерпнет. Отбежит. А там ямка вон выливает. А ты что ты делаешь? Я хочу это море вычерпать сюда. Море в ямку. Да она же в песок уходит. А потом она маленькая. А как ты решил не вместимого Бога понять? Сглянул, нигде никого нет. Ни ямки нет. Еще только берег моря. Волны шумят. Что я наделал? Вот как. Невероятно. И Бог дает такое понятие. Вот возьми, допустим, непремь. Ну, молится. Ну, я же понимаю, что никто так не скажет, как я. Господи, а есть кто-нибудь такой, чтобы я могу от него поучиться чему-то? Ну, идет и первая женщина. Особое у нее одеяние. Блудец. Она распупыленная. У нее ногти по 4 сантиметра. Он ее сразу признал. Я остановился и смотрит на ее. А потом постоял, постоял. А она на него смотрит. А что ты на меня смотришь? Я взятые из ребра. Смотрю. А ты из земли. Да из земли смотри. Пошел вон. Вот это обучитель. Так ты откуда? Вот так. А другая. Син умер. Она не знает, что делать. Схватила его. А первая женщина идет. Она идет с ночной работы. Ночная бабочка называет. Она упала перед ней. Ну, помолись. Сын умер. А ты знаешь, с кем разговариваешь. От меня днем-то все шарахаются. Ну, считай, конечно, тут другое в виду. Ну, еще кончилось. Она уступила за нас. Отзывай, молись. Молись сначала ребенок глаза открыл. Было такое чудо, что мать от ужаса и радости сразу умерла. Ну, ничего себе. Детя сирота. Вот когда считаешь это, думаешь... Ну, как этот... Тоже думал там, как раз о Макаре. Вот если такой, как я... Вот они не гордятся. А вот если я... Ему кто сказал, там ангелы говорят. Вот пойдешь тут, первый дом тут на отлете. Там спроси. Две женщины живут. Он пошел. Зашел, поздоровался. Три поклоны в передний угол. Здравия желаю. Кто? Мир дома всему. Так. Господь сказал, что вы святой жизни ведете. Святой? Да мы двое разное. С разных областей приехали. Нас привезли. Два брата родных. И в одном доме мы живем. А сколько вы живете? Да восемь лет. А где у вас кухня? Она у вас общая. Ну, хрущевка такая. И что? Ну, ничего. Ох, какие вы... Какие святые. Мы только ночью ложа свою разделяли с мужьями. Спали вместе. Так это вот мирная жизнь такая. И вы ни разу не поспорили? Нет. Ну, бывало, кому-то надо скорей. Ты убери свою кастрюльку. Дай мою электроплитку. Ни разу. Он развернулся и пошел. Вот чего не хватает. Бог дает таких ущельей, что ахнешь даже. А иногда так вот считаешь. Шестая глава плечи. Пойди к муравью и поучись у него. Начальника нет. Но как они... Там нет главного-то. У пчел матка. А здесь никого нет. Как они дружно работают. Как они знают, когда дождь. Как они заклеивают все эти... Задергивают шторки. Там убирают что-то наружу было. Все. Люди смотрят. Не погода будет. Да, вроде ясно было. Но муравей запечатался. Где-то тут недалеко. Километр может за 150 уже дождь идет. Вот как. А дальше добавляется. Пойди поучись у пчелы. Но почему-то нету такой канонической гиги. А у пчелы есть чему. Вот там мама ходила за пчелами. И я с детства знаком. Это нельзя вообразить. Как они все делают. Главное, мужики все трутни называются. Другого нет. Это трутни. Там так называется трутни. И какая у них жизнь. А их много. Толстая. Намного больше. Пчелы они их кормят. Чтобы в ясный день, когда матка вылетит, спариться с нею. Она заодно только выйдет замуж. Этого семени хватит на всю ее жизнь. А остальные. Остальные за ушей до залапки до выкинуть их оттуда. Это бедные мужики. Чуть бабью умаживали. Все решились стажу своего. Там написано все это. Я не разделяюсь. Одни, которые специально охрана у Марки. Никого близко не подпускают. Другая, которая летает. Это рабочая пчела. Когда в лагерь приходишь, сразу подходят там, которая ворын законе к тебе. Так ты кем будешь здесь? Ну, кто я ест? Ты че, отец? Первый раз здесь. Здесь есть мужики, которые работают на производстве. Ну, и есть мы, законные воры. Вы обязаны нас кормить. Да я про вас не знаю, но работать я буду. Значит, мужик, запишите ее. Мужик. Да еще без вас не знаешь, что я мужик-то. Что ж, это не обида, это хорошо. И вот здесь то же самое. Рабочая пчела, охранница есть. Одна, которая у матки, а другая при входе, чтобы чужой не залез. Кто их учил так? А вот где берутся. А вот когда они берутся, вот так, друг за друга, цепочки. Там что-то они делают, говорят или тренируются, и пот течет. Пот этот, пчелиный, это воск. А как? А когда она берет, она нектар-то там, сотни-сотни светочков-то. Ну, а на один килограмм, это там чуть не миллион этих раз должно быть где-то. Вот тут мед будет. Она прилетит и сблюет. Мед это пчелиная бливотина. Другого-то нету. И вот иди, попробуй так сделай. И одно единственное насекомое, которое любят все, большие медведи, разоряют их, и маленькие муравьи. Больше всего, конечно, боятся пчелы. Вот это налетает, когда... Шерший. 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 И они прямо вот так вот, вот ей головкой, вот так лапой, перестригают ее все. И показано, сейчас прошел или полтора, ну сколько там было, 50 тысяч пчел, все лежат мертвые кучкой. Они еще не могут сделать ее, не ужалить мне. А когда нападает на них вот эта болезнь, пчелиный, там, клещ какой-то, они уже знают, заранее рассылают посыльных, они находят где-то дупло, прилетают и говорят, там есть куда. Так, нагружаем все, по 4 стулки брать и 2 рюкзака. И дальше летят, тяжело летать, и они начинают нагреваться. Нет, градуса 2, а этот, клещный, не может выдержать, он отпадает, он парализован. И прилетают совершенно чистенькие. Это образец, нам надо хорошо работать, и паразиты около нас не будут питать. Вот так. Я читал про эти все, про книги, которые есть. И мед был, у каждого флягу мать насыщала, флягу, вот, а тебе, сынок, другому флягу. Вот, представили. Мы выросли на меду на этом. Сладкий мед. Вот там, стенка стоит, тот заказал, неизвестно. Так, ну что, благодарим Господа Инатий Иванович достойно. Песня. Брат Иван Андреевич, помолитесь Богу, прославь. Благодарим Тебе, Господи, за Слово Твое, за то, что даруешь нам Его, за то, что имеем возможность собираться вместе. Научи нас, Господи, любить Слово Твое, не бояться нести Его другим. Во все слава Тебе, Господи. Вековиков. Аминь. 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 Уходим. Пакет, Семенович, веселый дух. Так, в дороге уходи, дай молодежу профиль.